Всем привет и сегодня у нас 10 самых кассовых фильмов по Стивену Кингу. И возможные фильмы ужасов в этом списке вас удивят. Начиная с Кэрри 1976 года, рассказы Стивена Кинга были представлены на экранах как больших, так и малых, на довольно последовательной основе. Бесчисленные художественные фильмы, мини-сериалы, телевизионные фильмы были основаны на рассказах Кинга, некоторые из которых экранизировались даже не один раз на протяжении многих лет. Другая адаптация «Темная башня» по Кингу вышла на большой экран. Я расскажу конкретно об адаптациях по произведениям Стивена Кинга согласно Box Box Module с 1976 года по 2017 год. Было выпущено порядка 40 адаптаций по Кингу. В этот список не входит ни «Темная башня» и, конечно же, не входит фильм «Оно», который еще не вышел на экраны. Но какие же фильмы по Стивену Кинге принесли больше всего денег, поскольку премьера «Темной башни» прошла и сборы в первый уикенд составили около 20 миллионов. Я хотела сегодня посвятить 10 кассовых фильмов внутри Соединенных Штатов по произведениям Стивена Кинга в истории кассовых сборов. Давайте начнем. И на 10 месте фильм «Кэрри» 1976 года собрал более 33 миллионов, а именно 33 миллиона 800 тысяч долларов. Фильм был снят Брайаном де Пальмой по одновременному роману 1974 года. Первая экранизация прозы Стивена Кинга. На 9 месте фильм «Телекинез» или та же самая «Кэрри», но уже снятый в 2013 году. Фильм собрал 35 миллионов долларов 200 тысяч. «Телекинез» оригинальное название «Кэрри». Драматический триллер режиссера Кимберли Пирс. Третья экранизация романа Стивена Кинга «Кэрри» после фильма Брайана де Пальмы 1976 года и фильма Дэвида Карсона 2002 года в главной роли снялась Хлоя Морец. И сюжет фильма «Телекинез» рассказывает нам о невзрачной старшекласснице по имени Кэрри с рождения, обладающей способностями телекинеза. И давление со стороны фанатично-религиозной мамочки и постоянной издевки сверстников лишь способствует развитию ее сверхъестественных способностей. На выпускном вечере одноклассники решают жестоко пошутить над ней, что приводит к фатальным последствиям. На восьмом месте фильм «Бегущий человек» с Арнольдом Шварценеггером 1987 года. Фильм собрал 38 миллионов долларов 122 тысячи. «Бегущий человек» – фантастический фильм «Антиутопия» 1987 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Фильм снят режиссером Фоллом Майклом Глейзером по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, написанного им под псевдонимом Ричард Бахман. И сюжет фильма «Бегущий человек» рассказывал нам, что к 2017 году излюбленным развлечением для жителей Америки стало садистское телешоу «Бегущий человек», участники которого невинные жертвы, не имели ни единого шанса на выживание. Среди них и оказался полицейский Бен Ричард, которого играл Арнольд Шварценеггер, который отказался расстрелять безоружную толпу городских людей, попадает туда. Теперь вместе с собратьями по несчастью ему предстоит принять участие в безумной гонке со смертью и сразиться с непобедимыми монстрами и отомстить бесчеловечному хозяину шоу. А седьмое место занял фильм «Сияние» 1980 года. И при бюджете всего в 19 миллионов долларов фильм только по Америке собрал более 44 миллионов долларов. «Сияние» фильм ужасов режиссера-сценариста и продюсера Стэнли Кубрита, снятый в 1970 году, главные роли исполнили Джек Николсон и Шелли Дюваль, единственная адаптация по Кингу, которая не понравилась самому Кингу. У меня есть видео, рассказывающее про этот фильм, и в конце видео будет ссылка на видео, где вы сможете посмотреть этот обзор. Сюжет фильма, как неудивительно, тоже рассказывает нам о писателе, который со своей женой и сыном отправляется в отель на всю зиму, где они втроем будут в полном одиночестве. Для этого писателя это поездка по «Заработать», а также прекрасная возможность написать книгу. Но все меняется после того, как все члены семьи остаются одни в этом доме, одни в этом огромном отеле. Несмотря на множество негативных рецензий, в год выхода на экраны «Сияние» регулярно фигурирует в списках наиболее значимых и высококутожественных фильмов. Фильм стабильно входит в первую сотню списка 250 лучших фильмов на сайте IMDB, а также занимает 32 место в списке 500 лучших фильмов ужасов, по мнению пользователей сайта IMDB. Согласно опросу киновического британского журнала «Sight and Sound», проведенной среди кинокритиков и режиссеров «Сияние», призвана одной из величайших картин в истории. И на шестом месте фильм «Тайное окно» 2004 года. Фильм заработал 44 миллиона долларов. «Тайное окно» художественный фильм 2004 года, снятый по повести «Тайное окно. Тайный сад» Стивена Кинга. Главную роль в ленте играет Джонни Депп, который как раз к моменту съемок закончил в «Пиратах Карибского моря». Создатели решили даже отодвинуть выход фильма на широкие экраны, чтобы получить более крупные кассовые сборы. Бюджет кино составил около 40 миллионов долларов, но при этом оно купилось более чем вдвое. Сюжет фильма «Тайное окно» рассказывает нам о писателе Морте Рейни. Писатель Морте Рейни живет в доме на берегу, еще недавно у него была жена и карьера писателя. Сейчас он с женой только встречается для того, чтобы в очередной раз отказаться подписать документы о разводе. С творчеством у Морта тоже не все гладко, он начинает писать и тут же стирает написанное. Все дни напролет Морт только спит и смотрит на экран компьютера. Но в этой его размеренной тоскливой жизни появляется странный человек в черной шляпе, назвавшись Кокни Шутером. Он обвиняет Рейни в плагиате. Морт пытается вспомнить, как он написал названный Шутером рассказ, и не мог ли он действительно взять чужую идею. Выясняя все факты, Рейни узнает, что Шутер написал свой рассказ через два года после его публикации в журнале. Морту нужно лишь найти копию журнала, и Шутер уйдет. Но до тех пор странный человек в черной шляпе будет преследовать писателя и его жены. Но больше всего, я думаю, что всех поразил именно конец фильма. Он достаточно необычный. На пятом месте фильм «Остаться со мной» 1986 года при бюджете в 8 миллионов долларов. Фильм собрал по Америке больше 52 миллионов. «Останься со мной» драма, снятая Рубом Райнером по повести Стивена Кинга «Тело». И действие фильма переносит зрителей в 50-е годы. Лето подходит к концу, и таинственно исчезает мальчик. Четверо друзей-подростков отправляются на его поиски. На четвертом месте фильм «Кладбище домашних животных» 1989 года. При бюджете фильма в 11,5 миллионов долларов фильм собрал более 57 миллионов. «Кладбище домашних животных» – фильм ужасов режиссера Мэри Ламберт. По сравнению с книгой сюжет фильма сильно упрощенный, отсутствуют даже некоторые герои и изменена концовка. И фильм рассказывает, что доктор Льюис Крид приезжает в маленький город, где его семью ждет большой дом. А самого Льюиса – огромная должность лечащего врача местного колледжа. Новая просторная обитель Читы Кридов расположена на краю густого величественного леса. А в самом лесу – маленькое мрачное кладбище, где местные жители хоронят своих домашних животных. Несчастье приходит в дом Кридов. Кот Черч, домашний любимец, по нелепой случайности попадает под колеса грузовика. Гибель Черча подвергает семье докторов шок, и Льюис решается на отчаянный шаг. Он хоронит кота в древнем заброшенном индийском кладбище, обладающий по легенде таинственной воскрешающей силой. И однажды ночью погибший кот возвращается к хозяевам. Кстати, в этом фильме сам Стивен Кинг сыграл роль священника. И на третьем месте фильм «Мизери» 1990 года. И бюджет фильма составил 20 миллионов долларов, а сборы составили более 61 миллиона долларов. Фильм снят режиссером Робом Райнером. И сюжет фильма рассказывает нам о популярном писателе Поле Шелдоне. В метель попадает в автомобильную аварию в горах. Его спасает бывшая медсестра по имени Энни Уилкс и относит автора к себе домой. Она оказывается ярой поклонницей его романов, но, к сожалению, для Пола у нее явные проблемы с головой. Ее дом оказывается для писателя не спасением, а тюрьмой. Отныне Пол должен писать для нее именно то, что она захочет. Если же он не выполнит ее требования, то его ждет жесткая кара. Главную роль в фильме «Мизери» исполнила Кэти Бейтс. За роль в этом фильме Кэти Бейтс получила премию «Оскар» из «Золотой глобус». На втором месте фильм «1408» 2007 года. Бюджет фильма составил 25 миллионов, а сборы составили более 71 миллиона долларов. Фильм «1408» снят шведским режиссером Микаэлем Хофстримом. Главной роли снялся очень мной любимый актер Джон Кьюсерк. И сюжет фильма «1408» рассказывает нам о писателе Майке Энслине, специалисту по паранормальным явлениям, который пишет книгу о необычных явлениях и полтергейсте в отеле. Цинично относящийся к жизни, не верящий в существование привидений и прочих необъяснимых явлений, Энслин получает рекламную открытку Нью-Йоркской гостиницы «Дельфин» с предупреждением «Не входи в 1408». И желая разоблачать очередной, как ему показалось, рекламный трюк отеля, он приезжает в гостиницу «Дельфин» и настойчиво требует ключей от комнаты «1408». Не внимая предупреждениям старшего управляющего Джеральда Олина об опасности, Энслин узнает о том, что за 95 лет существования «Дельфина» 56 постояльцев именно этого номера покончили с собой или скончались от неестественных причин, поскольку в номере обитает зло, и он принимает решение остаться на одну ночь в этом самом номере отеля. И заключает наш список фильм «Зеленая миля» 1999 года. Фильм собрал более 136 миллионов долларов. «Зеленая миля» – мистическая драма по одноменному роману Стивена Кинга. Премьера состоялась 10 декабря 1990 года. Имеет 4 номинации на «Оскар», 3 премии «Сатур» и еще 10 наград и 23 номинации. Режиссер Фрэнк Дарабонт. И сюжет фильма рассказывает нам о обвиненном в страшном преступлении Джонни Кофи. Он оказывается в блоке смертников тюрьмы. Вновь прибывший обладает огромным ростом, и он также пугающе спокоен. Но это не повлияло на отношение к нему начальника блока Пола Эджикова. Гигант удивил всех позже, когда выяснил, что он обладает невероятными магическими и сверхъестественными способностями. Главную роль исполнил Майкл Кларк Дункан и Том Хэнкс. Вот такая вот десятка самых кассовых фильмов по произведениям Стивена Кинга. Возможно, это кого-то удивило. Внизу под видео будет ссылка на непосредственно этот лист самых кассовых фильмов. Так что вы можете зайти, посмотреть и найти там свой любимый фильм. Так что на сегодня все. Пишите в комментариях, какой у вас любимый фильм из этих фильмов. Или, может быть, у вас есть какие-то другие фильмы, которые полюбились вам с давних пор. Субтитры создавал DimaTorzok